Всем привет, друзья! Сегодня будет обзор на немецкое пиво Burg, соответственно, как здесь написано, Joman Lagerbeer, да, и классический вид бир, то есть, я не знаю, когда в Германии пишут, что классический вид бир, то есть, что это означает, да, классическое белое пиво, я так понимаю, но что значит классическое, то есть это пиво в немецком стиле, если это пиво немецкое, или что имеется? Для меня вот это не очень понятно, но разберемся, как говорится, по ходу. Покупал я пиво, если мне память вообще не подводит, по-моему, в магазине Ашан, ценник был в районе 80 рублей за банку, банки, соответственно, по пол-литра, да, то есть, стандартные для импорта, да, вот, где-то слышал такое, не знаю, там видно, да, такое мнение, что вот эти вот, когда крупно рисуют вот флажки, да, вот это вот, немецкий, там, чешский, еще что-нибудь, то это как бы говорит о том, что пиво всячески пытается показать, что оно из Германии, типа, купите меня, и при этом стоит недорого, вот как раз наш случай, а по факту пиво, типа, будет, ну, такое достаточно беспонтовое. Сейчас посмотрим, проверим, насколько мне пиво понравится или не понравится, вот, такая прямо картина, по ценам, кстати, еще там поменяется, да, через какое-то время, это я, я на это, естественно, влиять никак не могу, просто могу сказать, что это пиво никогда не было каким-то дорогим, да, то есть, это пиво было достаточно, ну, наверное, ниже, да, вот, обычной цены, дешевле того, что по лайнеру, грубо говоря, ну, вот, как-то так, единственное, что можно, наверное, сказать вот так в общих понятиях. Что я тут заметил, так, здесь у нас, во-первых, на русском языке написано, и написано вот так вот, вот на лагере, а на пшеничном приходится вот так переворачивать, то есть, по-разному дизайн. Давайте посмотрим, кстати, дата разлива, может, от этого отличается. Лагер у меня от июня 21-го года, годень до декабря 22-го, то есть, достаточно долгий срок годности, а здесь у меня февраль 21-го года и годень до августа 22-го года, но дизайн при этом отличается. Хотя, в 4 месяца, как бы, разница в сроке производства, поэтому, ну, достаточно странно мне кажется. Ладно, если бы там год, как раз, условно говоря, хотя, может, поменяли дизайн, и это нормально. Ничего не могу сказать, пробовал ли я это пиво или нет, я тоже не могу сказать, потому что, ну, много реально пива пробую. Если и пробовал, то оно мне ничем не запомнилось. Ролик я точно не записывал, поэтому взял это пиво для роликов. Вообще взял, ну, брал, вот, достаточно много пива для записи роликов, в которых обзоров не было. Собственно, сейчас будем этим заниматься. Не знаю, насколько это будет актуально, там, через какое-то время вообще, YouTube работает, не работает, посмотрю все это дело. Кстати, если YouTube не работает, то, наверное, уже не особо актуально. Но, если что, в описании есть ссылка и в шапке канала на Яндекс.Дзен, где я буду выкладывать ролики в любом случае, потому что, ну, это мое хобби. Я, в любом случае, в какой-то периодичности это буду делать. Поэтому, кому интересно, подписывайтесь. Также группа ВКонтакте, там, наверное, на видео придется отдельно на разные ходить и заливать там. На ВКонтакт, на туда, на сюда, ну, в общем, ладно, будем разбираться по ходу. Пока ты из ВКонтакта просто с YouTube ссылки кидаю и все. Ладно, это такие технические штуки. Давайте пробовать пиво. Предлагаю начать с видбиро. Обычно, почему-то, начиная с лагера, думаю, почему я начинаю с лагера? В лагере же есть хмель, да? То есть, в лагере есть что-то такое, что? Может, а вид, я вот сколько вот смотрю, я обычно этими видами всегда сбивать, пытаюсь какое-то послевкусие, наоборот, которое у меня образуется, там, в ходе питья того или иного пива. Я вот как раз этими видами, как видами, вайцинами, да, грубо говоря, пытаюсь все это послевкусие сбить. Вот. А все время при этом начинаю с лагера. Как-то вот не очень правильно. Давайте смотреть, что за пиво. Да, кстати, надо, опять же, не забыть, не забыть, я себе это все время говорю, что пшеничное пиво надо взбалтывать, доливать, потому что впечатления могут быть другие. Вот сейчас оно выглядит, ну, прям такое, ну, такой мутничок, мутничок небольшой и все. То есть, нету какой-то насыщенности, жирности. Плюс я даже характеристики не зачитал. Но банановые нотки, кстати, это, походу, все-таки хэфи вайцы, надо будет действительно взбалтывать и дозалить. Давайте зачитаю вам составы. Просто ничего интересного, я пробегался перед роликом, поэтому знаю. Состав вода питьевая, пшеничный солод, ячменный солод, хмель, дрожжи. То есть, абсолютный стандарт, ничего необычного. Алкоголь 5, экстрактивность 1193. Вот. Абсолютно стандартные достаточно характеристики. Немножко, наверное, плотность все-таки меньше, чем обычно, но как бы, как-то так. Ну, такая, знаете. Легенькая, вот чувствуется, что вот плотности, наверное, до пива не хватает все-таки. Какая-то вот, нету вот насыщенность, жирность, да, вот как бывает в крутых вайсенах, которые мне нравятся. Вот, кто не знает, у меня один из любимых таких вайсенах, то это, наверное, не совсем такой классический представитель, вот вайсена, а как он себя там называет, фэст вайс, да, по-моему. Это шнайдер вайс таб. Таб. Какой он там? Толь 3, толь 4. Какой-то из них безалкогольный, а какой-то вот тот, что мне нравится. Четверка, по-моему. Тройка безалкогольная, четверка, вот это как раз тот шнайдер вайс, который мне нравится. Именно он насыщенный, такой прям глубокий в нем вкус. А тут вот как раз вот оно более легенькое, такое лайтовенькое, там целлютолий жажду, все такое. Ну, а я еще, как и говорю, что мы дольем, поэтому сейчас, наверное, мне надо приготовиться, сделать большой глоток, что уже не так сложно, потому что записываю, как говорится, не первый ролик. Это вообще, знаете, такое, оно немножко кисловатое какое-то, прям вот значительно, можно сказать, кисловатое. Такое освежающее скорепиво, прям вообще на Вайцин. Что-то совсем не похоже. То ли оно подпортилось, то ли что с ним, я не знаю. Все-таки срок годности там действительно большой. Ладно, пусть постоит, я потом долью, сделаю еще пробу. Ну, что-то я даже не готов, честно сказать, там оценку ставить или еще что-то. Мне кажется, оно все-таки немножко подпортилось. Но еще, как говорится, перепроверю. Поехали к лагеру. Бург премиум лагер. Так, состав вода питьевая, ячменный солод, экстракт хмеля, алкоголь 5,5. Экстрактивность здесь у нас 12,3. Изготовлена в Германии. Собственно, все. Давайте открывать. Кстати, кому интересно, новая кружка. Боров, Боровское, живое, настоящее, родное. Вот такая вот. Мне самое важное, чтобы днища были максимально плоскими. Здесь прям не супер плоская, но и нету, вот знаете, бывает прям совсем выемка. Потому что в этой посудомойке они моются. Ну, вода здесь собирается и потом это не очень кайфово. Ладно, так просто кружку показал. Давайте наливать пивко. Это еще не спонсор. Я даже не знаю, что это за пиво. Это просто обратную кружку подогнал. Говорит, тебе нужна такая кружка? Я говорю, мне вообще кружки любые нужны. Кружки, стаканы, бокалы. Ты же знаешь, мы когда в ролике записываем, у нас постоянно посуда не хватает. Когда я это сам делаю, мне, в принципе, на одного хватает. Но на двоих уже ситуация, конечно, другая. Когда записываешь там два ролика, например, ну даже там по четыре пива, это уже восемь. Восемь и восемь, шестнадцать. У меня, наверное, всего около того. То есть разных, причем разнобоя, именно таких красивых там составит, наверное, двенадцать. Ну, двенадцать, да. Не все, как бы. Но шестнадцать как раз набирается и все. Мы и так с трудом набираем. Мне бы еще, говорю, с десяток бы каких-нибудь хороших вот таких. Они как бы недорогие, но просто тоже, опять же, покупать. Как бы ты купишь их, здесь от тысячи рублей заплачешь. Ну, как бы, ну, лучше пивка, да? Или чей-ли-другой. А как бы вроде же есть, есть. Ну и как бы не паришься. Ладно, короче, отвлекаются. Давайте по пивку. Так, ароматика. Солодовая, да? Солодовая, немножко хмелька. Такого вот хмель, такой вот европейский хмель, да. Ну, собственно, немецкое пиво, он здесь и должен быть европейский. Вот в чешском пиве, мне кажется, часто вот именно такой хмель по ароматике встречается. Давайте пробовать. Кстати, весьма такое горьковатое пиво. Прямо горечь, вот, можно сказать, на первом плане. Пилс, да, вот это вот называется. А, нет, он лагер, джем он лагер. Обычно вот пилс называется, вот, мне не нравится, вот, честно сказать, немецкие хмеля, вот, которые в немецких вот пилсах используются. Вот они мне почему-то травянистые такие. И мне вот эта вот вся травянистость, она напоминает вот аптечные какие-то вот ассоциации, почему-то вызывает. Не знаю, насколько это правильно или неправильно. Вот это у меня пиво точно так же вызывает. Оно прям действительно горьковатое. Здесь есть насыщенность именно тела, солодовостью. Ну, именно само, то есть, нежидкий, да, напиток. Ну, оно прям горьковатое, вот этими хмелями. В принципе, вот это пиво, честно сказать, если бы у меня тут сейчас стояла рыбка, она у меня есть, там вот эти сухарики, ну, вы знаете, все эти классические пивные закуски, я бы это пиво без проблем был потребил. Вот чисто вот в одного мне что-то сейчас вот и было, в одного в планетах отсутствие закусок. Мне сейчас его немножко сложновато вот пить. Слишком оно мне горьковато, кажется. Так, ну и как я и говорил, надо же еще дать, как говорится, второй шанс пшеничному. В принципе, вот это нормальное пиво. Хорошее, но для любителей горчинки и, ну, на мой взгляд, для любителей вот этой специфической немецкой горчинки. Опять же, я, мне с немецкого пива нравится именно салада. Салада и пшенички. То есть мне нравятся хелесы и мне нравятся вайцены. Мне не нравятся пилсы. Как правило. Вот. Поэтому история такая. Ну что, пенки навалили, да, какой-то прям вот оседающий такой этот. Прям, например, знаете, такое впечатление, что вот, ну, если, грубо говоря, представить, что это небо, и тут такой прям пласт изоблаков сверху вот плавает с небольшими налетами, а снизу прям вот прозрачная тема. Ну ладно. Ну ароматика банановая. Тут никуда не деться. Давайте еще глоточек сделаем. Не знаю. Вот, кстати, мне интересно будет ваше мнение. Я, конечно, еще почитаю. Оно слишком кислое. Оно прям, оно напоминает, как будто немножко что-то, то ли, ну, не лимона, условно говоря, выжали, а эффект, как будто выжали лимона, но привкуса от лимона никого нет. Она просто сильно кислое. Не просто, вот знаете, как бывает, кислинка в пшеничном пиве. Оно прям сильно кислое. Вот это дефект, ошибка или что? Вот мне интересно. В общем, ладно, ребят, с этим роликом я заканчиваю. Всем спасибо, кто смотрел. Пишите в комментариях, что вы про все это дело, как говорится, думаете. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на Яндекс канал, на Контакт, на все вот эти дела. Наконец-то я все это вспомнил. Подписывайтесь в Антабт. Ссылки все эти есть в описании, в шапке канала и все прочее. И, наверное, на этом все. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok